Рассмотрим числа переноса в расплавах. С одной стороны, в расплавах исчезают осложнения, связанные с альбатацией ионов и переносом растворителя, а с другой стороны появляются некоторые новые интересные особенности. Предположим, что в У-образной трубке находится расплав соли МА и два электрода из металла М. Протекание постоянного тока через расплав, как и через раствор электролита, возможно только, если на электродах происходят электрохимические превращения, подчиняющиеся законам Фарадей. При прохождении одного Фарадея электричества на катоде выделится один грамм-эквивалент металла. Одновременно в катодное отделение войдет грамм-эквивалент катионов и и выйдет из этого отделения грамм-эквивалент анионов. Таким образом, количество соли уменьшится. В анодном отделении растворится один грамм-эквивалент металла на аноде. Грамм-эквивалент анионов войдет в это отделение и грамм-эквивалент катионов выйдет из него. Таким образом, количество соли в анодном пространстве увеличится. Следовательно, электролиз расплава сопровождается переносом определенного количества соли из катодного пространства в анодное. Казалось бы, при этом уровень расплава в анодном отделении увеличится, и по этому изменению можно рассчитать число переноса. На самом деле, разность уровней вызывает перетекание жидкости из анодного отделения в катодное и выравнивание уровней. Так что практически из-за появления гравитационной силы, противодействующей потоку электролита от катода к аноду, в описанной системе определить число переноса в расплаве невозможно. Поэтому анодное и катодное пространство разделяют пористой мембраной, препятствующей перетеканию расплава под действием гравитационной силы. Тогда число переноса аниона можно рассчитать по увеличению объема анодного пространства. Субтитры создавал DimaTorzok Описанный метод аналогичен методу Гитерфа для растворов электролитов, но в растворах используют для расчета изменения концентрации, а не объема. Мембрана, однако, не позволяет полностью устранить гравитационный потоп, поэтому были предложены специальные ячейки для измерения чисел переноса в индивидуальных расплавах. В одной из ячеек электрический контакт между катодным и анодным пространствами осуществляется через пористую мембрану, но перетекание жидкости возможно через капилляр, в котором помещен воздушный пузырек. Так как перемещение пузырька происходит под действием небольшой силы, то перетекание жидкости через мембрану полностью исключается. Числа переноса рассчитываются из скорости перемещения пузырька. В другой конструкции ячейки возникновение гидростатического потока предотвращено за счет горизонтального расположения системы. Числа переноса определяют по перемещению жидких электродов, ограничивающих расплав с двух сторон. Предложен также метод определения чисел переноса при помощи радиоактивных индикаторов. Следует отметить, что полного согласия результатов определения чисел переноса различными методами не получено. На практике обычно используют не индивидуальные расплавы, а смеси расплавленных электролитов. Смеси часто имеют более низкую температуру плавления, чем компоненты. Иногда при смешении непроводящих ток расплавов получают системы с высокой электропроводностью. Продолжение следует... Продолжение следует...